День добрый, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале и мы продолжаем проходить цивилизацию. Третью это Конквест. Играем за Жанну Дарк, француза, 1170 год, на уровне сложности Император. И рад вам сообщить, что добавилось 15 мелодий в наш плейлист. Мы играем в том числе вот одна из мелодий, которая сейчас звучит под музыку, которая не защищена авторским правом. Напоминаю вам. Ну а мы продолжаем. Кстати, видео записывается 1 апреля. С 1 апреля у вас, друзья. Вы, конечно же, увидите его, скорее всего, где-то в конце апреля, может быть, в середине мая. Но все же, пишите свои отзывы. Я рад буду их почитать. Мне это будет очень интересно. Так, и в прошлый раз у нас... Давайте вкратце вам расскажу обстановку. Мы тут почти захватили всех Зулусов. Осталось от них тут Хлобан и Бапади. Бапади. Город. Также мы воюем против американцев и против России. А воюем вместе с Германией, которой мы занимаем, наверное, процентов 80 всей территории. Вот такие вот дела. О, тут у нас Америкос высадился. Давайте мы его пристрелим. Пристрелим. А, кстати, да. Звук надо поправить. Как я уже говорил, тут какая-то ошибочка в игре и звук. Надо поправлять при каждой перезагрузке, к сожалению. Лучшие версии игры я не нашел. Ну, это работает довольно-таки более-менее стабильно. На 10-й Windows. На 10-й Windows вообще. Старые игры работают. Архи, вон, плохо. Так, ну что, будем добивать их, наверное, да? У нас армия есть, но армия... Тут мы одну армию потеряли. Это очень плохо. Но броневиков пока сюда доставить не можем, поэтому... Да, тут нам еще и прорваться будет не так просто. Ладно, давайте не будем коней этих трогать. Черт с ними. Пусть лучше они их убивают, чем мы их потеряем в нападении. В прошлый раз кони отбивались довольно-таки хорошо. Да, он должен отойти. У него будут довольно большие проблемы. О, видите, в обороне они много лучше. Сложно сказать, по сравнению с 5-й цивилизацией, то здесь как-то так устроено, что те цифры, которые показывают юниты в обороне и в атаке, они не соответствуют действительности. Я бы так сказал. Тут больше все настроено на оборону. То есть даже если 10 на 10 сражается, то процент не 50 на 50, что оборона и нападение выиграет. Но это мое наблюдение такое. Я бы сказал, смещено в сторону защиты. Тоже высадка была от этих кораблей. Так, эмбарго, конечно же, мы принимаем. Германия тут дает всем жару, конечно, но мы стараемся перед ее носом поперезахватывать. Также мы ведем поселенца, чтобы здесь город построить. Ну, заодно нам подчистят этих товарищей, которые пришли нам голову поморочить. Это был город Зимбабве-Зулусов. Мы поспешили его захватить. Вот американский десант в виде пехотинцев. Там их человек 10, наверное, было. Ну и довольно неплохо. Мои кони защищались, половину перебили, но все равно я потерял армию. Это очень большая потеря. Это просто трагедия. Тебя, с одной дичкой нападает. Странный. Не жалеет абсолютно он своих юнитов. Кстати, с Зулсами, по-моему, подписали мир. Насколько я помню. Да, и он отдал вот этот город нам. Сейчас мы это проверим, эту теорию. По-моему, да. Много времени прошло, к сожалению. С одного прохождения до другого я уже не все помню, но победа наша близка, как вы видите. Так, а что это у нас такое? Бар хочет строиться. Андак видок уже есть. Давайте. Пусть будет. Мы тут перешли на опять военные постройки. У нас везде строятся танки. Немножко истребители, ибо нас подзадолбали самолеты. Но. И тут мы строим укрепления. Я думаю, тут нужно укрепление или нет. Наверное, вот здесь нужно укрепление. Так, и потихоньку мы апгрейдим наших пехотинцев. У нас уже их осталось не так много. Всего 17. Мы перешли на бронетехнику. Что не может не радовать. Так, тут у нас вроде все. Самолеты перестали нас бомбить. Они начали тут бомбить. Ладно. Но беспорядка тут еще довольно таки много. Тут мы подтянули город. Кривой Рог. Чтобы он немножко подразвился. И, наверное, на этом все. А что у нас здесь? Пища. То есть, шахты нету. Есть шахта. Странно. Всего один щит дает. Мало. Ладно. Давайте вот здесь еще сделаем производство. Тут очень мало производства. Я напомню, что мы играем на карте без железа. С производством тут полная беда. Так как железная дорога очень сильно добавляла производство. Во. Отлично. Мы один щиток перебросили. Теперь у нас город полный. На интернет это, конечно, никак не повлияло. Но ничего. Также напомню, мы делаем интернет. Чудо света. И собираем здесь танки. Кстати, что у нас по танкам? О, уже 12 танков у нас. Это очень даже неплохо. Если карта сильно большая, тут есть такая функция, как точка сбора. Может, она установит точку сбора и будет у нас все собираться в одном месте. Но эту функцию включить не хочется, потому что... Потому что... Да, давайте пока сюда поселенца. Потому что здесь дороги. И из-за особенностей карты... Получается, это будет не очень хорошо. То есть, они будут тратить много ходов, чтобы туда добраться. И, соответственно... Так, наверное, этого сюда. Когда железная дорога по всей карте, они собираются моментально в той точке сбора, который ты сказал. Это оттуда можешь ими руководить. А здесь они будут идти, и, соответственно, ты не сможешь ими контролировать и ими управлять, пока они в автоматическом передвижении. Но это теряет контроль над юнитами, чего не очень-то и хотелось. О, еще два пехотинца пришло. Отлично. Надо еще отсюда пехоту снять. Кстати. Пока у нас тут нету больших проблем, связанных с нападением, которого мы ждем от Германии. На всякий случай мы тут построили оборону. Так, а тут у нас казарма есть. Отлично. Деньги у нас вроде есть. Так, вот еще шесть пехотинцев. Мы тут забабахаем. И надо занимать вот эти штуки. Ой. Это я зря. Хотя нет, я не зря. Нормально. Все, тут уже два юнита. Можно... Блин, а что она на пищу перестроила? Во всех городах вот так надо строить. Так, тут наконец-то броневичок подъехал. И, наверное, мы его закинем сюда. И танчики. Так, давайте проверим, с кем мы дружим. Да, мы подписали с ним договор. То есть, получается, у нас только Россия и Америка. А в Америке нам надо шелк захватить. И что у нас еще не хватает? Из прелестей какой-то еще ерунды не хватает. И что мы покупаем? Ничего не покупаем. Это самодостаточное. Хорошо. Так, в любом случае надо... О, кстати, надо подписать с ними договор о проходе. Хочешь какую-нибудь там, я не знаю, серийное производство? Даешь проход за него. И работника. Может, золото еще? Нет, золота у тебя нет. Ты бедный, как церковная мышка. Даже, может, беднее. Мы тебя обдерем, как липку. Не, не хочешь? А, ты золото не готов давать. Чего работника не готов давать? Работника не готов давать. Нифига себе. Ну ладно. Забирай за открытые границы. Чтоб я быстрее по тебе перемещался. Так, что ж с этими работниками делать? В принципе, вот они все отработали. Так бы они строили железную дорогу, была бы у них такая архи-задача. Но так получается, что они нафиг не нужны. Ладно, пусть сюда шуруют. Так, а мы будем, наверное, подтягивать потихонечку нашу кавалерию, которая не повреждена на рубеже. Там, правда, не очень это получится, так как у них пехота. Это тебе не злобные золусы, у которых были всего лишь стрелки. В Америке много пехотинцев, но все равно. Все равно, коней надо куда-то тратить. Ух ты, зенитную пушку строят. Зачем тебе зенитная пушка? Библиотеку строй, храм строй, рынок строй, я не знаю, там суд строй, гавань строй. Вот. Так, вот так у нас по науке идет развитие. Атомки у нас еще нет, ракетостроение. Сейчас мы получим алюминий по ракетостроению. Так, вот так у нас выглядит наша территориальная победа. У нас в мировой территории 50% и население 47%. Могущество у нас крутое, я на первом месте. Так что, игра идет в завершение, так сказать. Я хочу взять территориалку, не поссорившись с Германией. То есть, допустим, у нее там 33%, а у меня по 67% территории и населения. И победа будет моя. Территория у Германии преврастает очень медленно, в связи с тем, что она взяла строй. Ну, компьютер вообще любит воевать со строем. Фашизм. А при фашизме захваченные города пока не ассимилируются, а границы не расширяются. Так что, у меня есть все шансы. Все шансы победить, не затронув и объявив ни разу войну в Германии. Ну, посмотрим, получится или нет. Ну, как вы поняли, игра уже фактически выиграна. Если, конечно, Германия на меня не обозрится, резко не нападет в тыл. Хотя, я думаю, что с такой территорией даже это... У них технологически немножко перевес. Но у них нету ядерного оружия. И нету ядерных, этих урановых источников. А у меня скоро будут, когда я исследую, когда они откроются на карте. Так что, я думаю, победа все-таки будет наша. Мы будем держать оборону и бомбить ядерками, в крайнем случае. Если до этого дойдет... О, перехватчики появились. Давайте-ка мы их перебросим. Куда-нибудь вот сюда, допустим. Так, тут у нас оборона. Тут у нас должно быть много обороны. Там все-таки пушки мы охраняем. И тут тоже. Да, мы не пускаем Германию. Мы здесь закрыли и проход. О, кстати, тут дырка есть. Хорошо, мы так закрыли. Что тут есть дырка. Так, а здесь мы решили крепости понастроить. О, уже есть заставы. А, нету. Заставы и аэродром. Вот такие вот вышечки, которые добавляют. Радарные. Я, видать, их еще не исследовал. Тут, чем хороша третья цивилизация, то, что можно делать улучшения на том же ходу, на которых ты их начинаешь делать. Пятое это не позволяет. Так, что у нас здесь? Здесь у нас мы ровняем вот эти вот моря ирригации. Так как они нам не нужны. Население тут растет. Беды с населением нет. В пятой цивилизации надо качать население. А здесь это абсолютно не нужно. Тут нужно качать производство. Не знаю, по крайней мере я играю через производство. И это очень, получается, удачный сценарий. Так, где бы еще город влепить? Давайте вот здесь влепим. Наша задача захватить... Что ты отдыхаешь? Захватить как можно больше территорий. В принципе, можно было бы сделать рывок до современных танков. У меня алюминий должен быть. О, куда ты подверг? Бобер. А, это я сюда ишел город строить. Я забыл про этого поселенца. Я ишел сюда город строить. Я думал, что автоматика сюда его привела. Я хочу тут немножко вытеснить Германию. Надеюсь, это получится у меня. Да, вот эту клеточку я забрал. Это хорошо. 4 БМП. А здесь у нас 3. Здесь у нас много. Давайте одну БМП-шку сюда закинем. О, кавалеристы вылечились. И армия вылечилась. Это самое главное. Как-никак, но армия у нас единственная боеспособная единица против такой технологического перевеса как похотинец против гонницы. Видите, даже на горе он его берет. 50% обороны у него. 10 плюс 50% это должно быть 15. А у коня 6 в атаке. Ну, то есть, очень странно. То есть, у армии перевес в атаку, однозначно. А у обычного юнита перевес в оборону. Как-то так сделана эта игра. Интересно. Опа, морская пехота. Кубок на моего танка напала. Чувствую, он над ними пехотинцами будет воевать. У него коней, наверное, нет. Ну, танков, понятно, у него нет по развитию. Хотя в России, в принципе, должны быть танки. Я, по-моему, видел их. Сейчас Германия захватит Зулусов, скорее всего. Да, у него тут уже ослабились войска. Да. Зулусы погибли. И мы начнем захватывать американские города. И, скорее всего, не мы, а, наверное, Германия. Мы будем за этим наблюдать, потому что у нас, к сожалению, танков не так много. Пока они подъедут еще. У германских танков три хода имеют. Это их танкер. Э, как, танкер. Панцер-танкер. То он имеет три хода. При тех же параметрах, как и обычного. Здесь самые быстрые юниты. Это современные танки, которые имеют три хода. А у немцев обычные танки имеют три хода. Это очень удобно в захвате городов. То есть, у города, обычно, если он развит, то две клетки расстояния. Вот такое вот. То танк с тремя ходами имеет преимущество, может сразу захватить город. Так само, как лошадь. Поэтому в поздних периодах можно строить лошадей, которые имеют три хода. И можно строить танки, которые имеют два хода, но имеют повышенную скажем так, атаку и защиту. Так, ну что? Патрулирую пространство воздушное. Блин, зря увел я отсюда работников. По-моему, еще один без дела стоит. Интересно, получится у меня кусок какой-то оторвать. А, вот, слоников у нас еще нет. да. У нас нету слоников и нету шелка. А что ты тут напрямую не можешь? Странно. Рекомендация хода в обход компьютер рекомендует. Так, вторая армия подошла. Это хорошо. Поселенец наш подошел. О, отлично. Так, ракетастроение один ход, давайте поправим немножко больше денег заработать. Народ, блин, постует. Пока не больше половины. Нормально. Теба, ты куда? Странно как-то она много урона нанесла бронечку. Такое тоже бывает. Случайная какая-то у них случайная удача. Да, даже обычным танкам тяжело с пехотой. Хотя, в принципе, этот юнит по защите на поколении ниже. Ох ты! Русские броневики подошли. БМПшки, понятно. Так, ну что? Делаем рывок в современные танки. Алюминий у нас есть. Я думаю, надо. Потому что, потому что мы можем проиграть. Так, а что у нас? У нас современные истребители должны появиться, да. Реактивные. Переключимся на них. Наверное, в Лондоне тоже. Кстати, Лондон. Это же вторая столица. У них тут производство крутое. Надо пока не танки строить. У нас пока все спокойно. Надо деньги строить, наверное. и деньги строить. А потом строить перехватчики. Вот примерно так. О, первое загрязнение появилось. Так, городочек мы обновим. О, Париж. Ну, пусть будет Париж. Париж. Тут мы баррикадку построим. Так, где эти товарищи? Через всю карту не будем тянуть. То, что там близко строится, будем кидать на германское направление на всякий случай. Кстати, по германской территории можно сходить в Россию и посмотреть, что там. Но это когда там будет слишком много танков. Так, а что ты гуляешь? Иди сюда. Да, вот видите, алюминий. Здесь ресурсы на карте не меняются. Вот в Пятой Цивилизации там в зависимости от старта ресурсы меняются. Я такое замечал. А здесь нет. То есть пройти несколько раз одну и ту же карту потом можно будет более-менее ориентироваться. Что на карте происходит? Я вообще не представляю, как пройти режим бога, если не знать карту. Так, а что ты можешь построить? О, у тебя рынка нет? Нифига себе. Рынка нету. Университета нету. Торгового порта нету. А потом будешь строить танки. Вот. Надо потихонечку уже улучшать, ара, да? Раз у нас с войной все более-менее. Надо одним броничком сюда проехаться, посмотреть. Как-то они там воюют уже, не знаю, тысячелетие воюют Германия с Россией и по факту никогда никто никому город не захватил. Странные они вольны. Опа, пехота. Но тут мой союзник на подхвате. Союзника иметь на подхвате, это очень круто. Что-то опять он туда-сюда ходит. Странный германский типчик. О, интернет. Чудо света интернет. Я думаю, сети строить или не строить. Это, наверное, построил 18 ходов. Чтобы по науке вдарить. Пусть будет. Нас пока ничего не жмет в плане войны. Ого, тут уже лишний. А, тут добычь. По ресурсам, блин, тут лишний будет копиться, ребята. Как ни крути, ладно. это мы тут недавно заказывали университет. Теба уже захваченные города, успели танки построить. прикольно. Так, а что у нас? Рынок есть. Забастовка все равно сильная. Блин, ничего с этим не сделаешь. Ладно. Занимайся. Хотя это приезжий танк вроде. Да там начатый какой-то есть. Так, надо здесь оборону усилить. заблокировал меня с поселинцем. У меня тут недостоверная информация. Понятненько. Все у него там не так плохо. О, кстати, а что насчет Пентагона? Где у нас Пентагон строится? Что-то я не пойму, где Пентагон строится. Да не делал не строится. Странно. Может он уже построенный? Если он уже построенный, тогда мы можем танк вкатить в какую-то армию? Нет, не можем. Интересно. Интересно. Я его, наверное, где-то в очередь добавил. Корабли столько. Но современных нету. Грузовых кораблей. Да, броневик-попитанка вообще на горю. Размечтался. Так они плохо управляют юнитами. Имеется в виду ИИ. Ого. Отлично. Может они мне сейчас дорожку проторят. проторят. Блин, а тут загрязнение. Ого. Университет можно строить. 32. Ничего себе. Конечно, строят. Так, а ванямбар это кто такие? Да. Пусть будет. Опа. Дверь свергла. Кстати, это наш город. Забираем. Это наш город. У нас захватили его не помню кто. по-моему, эти зулусы подлые. И германцы любезно его перезахватили. После этого. Ладно. О, построился новый. Новая баррикадка построилась. Музыка. Музыка. Что тебе здесь делать? Да, города сильно не могут оселиться. Война сильно мешает. Ну и что тут у вас происходит? Что-то куда-то кто-то бегает. Где-то кто-то что-то получает. Какая-то война там у них все-таки есть. Вроде как. Но все равно какая-то она странно вялая. Так, давайте наверное куда-то тебя закинем вот сюда. Так, о, троечка тут осталась, да? Троечка. Ну давайте попробуем штурмануть. Как-никак. Ух ты. Как-никак эта армия не такая уж и сильная. Ну, камон. Отлично. Так, а ну еще раз конячка. Эта штука против танков очень сильная. Против коней слабая, кстати. Противотанковая пехота. Блин, морская пехота. Блин. И танками мы сюда не заедем никак. Жалко. Наверное, мы его не прорвем. Сейчас коней не хватит мне. Не так прикольно они стреляют. Звук классный. О, прорвали отлично. Теба, морпехи. Не такие уж сильные, как я о них думал. Так, теперь надо обязательно защитку якусь кинуть. Особенно на вот эту армию. О, чудненько. Отличненько. Ну, вот так потихонечку и будем брать. Тут если карта очень-очень-очень большая, то тут, конечно, игра часа по три-по четыре на целый месяц, наверное. Но эта карта такая, я бы сказал, средненькая. Плюс она у нее очень много. Море, суши мало. Поэтому, я думаю, часа за три-четыре мы должны их выковырять. Если, конечно, мир не придется заключать. Тут постепенно нарастает недовольство войной и, конечно, это большая проблема. О, мятеж прекратился. Кони слабые, но их много. Они быстро мятежи подавляют. О, голодовка. Блин, опять меня заблокировал, зараза. Не дает мне там посмотреть, что там происходит. Ну, по идее, тут все плохо в России. В этот раз Россия как-то довольно долго прожила. Так, куда бы тебя закинуть, поселинец? Допустим, вот сюда. Ну-ка, вот сюда. Ну-ка, вот сюда. со временем музыка не теряет такая своего лоска и привлекательности он можно ускориться кстати и тут в принципе можно ускориться денег у меня хватает и оставить их тут одному оставлю проход был бы сейчас загородит немцы тяжело будет ходить так мне краска не нужно краска у меня есть мне шелк нужен или этот или этот город я думаю как он повырезал он бомбит его периодически понятно тут сосредоточены все самолеты немецкие теперь понятно на поток и пора добивает странно построил бы тут же у тебя самое лучшее производство построил бы танков тоже захватил пару-тройку городов а вот прется черти куда через всю карту странно странный типчик как для человека он ведет себя нелогично рынок да пусть будет странно непонятно почему но началась у меня как-то проглядел что казарма построилась на тут надо непонятно ну ладно рынок суд танки тут если играть довольно медленно и уделять всему особое внимание то он настройщик очень много всяких разных интересных есть куда время потратить так наверно мы сейчас 9 сюда закинем точечей корабль германский эсминец это хорошо я вот думаю тут у меня много танков можно еще перебросить давайте захватим этот российский город что у нас там по территории 53 процента отлично тут будет город орлеан и тут мы построим всякого разного и побольше танк тут есть все таки то есть она одновременно в нескольких направлениях наступает получается ну в принципе как и я делаю я часть германское направление оставляю тут же карта специфическая на россию в центре десантирую потихонечку оборону держу отчасти меня здесь вот скажем так на южном фронте там морпехи есть ладно не будем передвигать так а что захватили ничего нет такого интересного странно почему люди стали довольны в некоторых тут иногда объявление войны радует людей иногда мир подписание радует войну то есть странно стекущие статьи которые сложно объяснить все равно у него танки у него бмп шки а у него пехотинцев дофига и коней сюда странно он их не апгрейдит я так понимаю ухты почти город захватил наконец-то он лично так и уолл-стрит тоже отлично денежку нам будут качать так шанхай бастует зараза при автоматике он бастует они не успевают блин странно как шо мне нравится 37 процента усталость войны чем требуется не это не но не не встроить да тут собор нужен блин так население быстро при нас наступает здесь прирастает так как шо после амбарчика ты хочешь строить допустим бмп-шки о суд немножко добавил тут нам возможности танки строить так перебазируемся тут оборону держим и тут сейчас десант будем делать наверно надо укрепить эту границу пока есть возможность наверно пехотинцев проабгрейдить где у нас тут казармы а а а а а а не знаю как играете вы, но я стараюсь всегда апгрейдить войско не жалеть на это денег при возможности то капиталовложение ох, мы отжали границы то капиталовложение, которое на апгрейд тратится несопоставимо с той выгодой, которая получается при этом современная армия даже малочисленная всегда более приоритетная нежели не современная но с большим количеством, так это что такое это много работников ладно, много работников наверное, пусть идут пусть тут постоят а эти пусть тут где-то постоят так, наконец-то я конец это забрать могу мне непонятно где у меня блин, тебе надо проклацать все где у меня пентагон строится где-то я его добавил в очередь, блин и забыл про него это не есть хорошо в каких-то маленьких городишках так не могу понять кстати, этому товарищу можно буровую платформу закинуть это тоже добавляет странно, где-то я его поставил, блин а где не вижу тут я не видел его кстати, тут тоже можно буровую поставить блин, где-то БМП так, а здесь стадион давайте тоже буровую поставим платформу потом торговый порт биржу а, я понял, почему нет пентагона нигде я его не поставил все, все, все у меня нету дополнительной армии там пентагон можно строить только тогда, когда у тебя три армии действующие да, я же ее потерял вот беда да, это беда такие города здоровые что с ними делать, я не знаю 24, 28 ужас тут опять десант какой-то там я жду пока Германия захватит те маленькие я буду большой брать я его, наверное, расформирую если там чудес нету нафиг он мне такой здоровый каждый ход его проклацывает чтобы пока население уменьшилось и потом возможности, что они взбунтуются намного больше так современные танки через шесть ходов кавалеристов хочет строить чудной товарищ поселенцев строй будем заселять весь мир и суд у него есть да, и все равно так мало тут, конечно, коррупция это беда бедой что с ней делать не поймешь ладно угу, так, веду-ка, давай так, что у нас тут тут у нас заросли надо убирать что у нас по танкам двадцать шесть отлично потихонечку растет наш авторитет танковый но на данный момент пока еще маловато будет о, бездельники точно что бездельничаем так, а куда ты и шел блин ладно, не сюда компьютер в этой игре почему-то строят вокруг города в основном морские себе угодья ирригацию там всякую население гонит как сумасшедший непонятно почему даже когда у него упирается он в акведуки всякие там я не знаю в больнице то есть их нету и без них население не растет они все равно почему-то делают так как-то он тупит я бы сказал с моей точки зрения еще один добрался до обрейда так-так-так-так-так-так-так я забыл про тебя будем отжимать границы что у нас там по границам 56 еще 10% еще 10% правильно, да? да, и население потом надо нагонять население легко нагоняется мир подписывается и все жиреют так, ждем современные танки делаем много танков и идем воевать примерно так бренджалка пентагона нету о, Россия и Германия подписали мирку не черташечки сидели как раз хорошо что я туда броневичком пошел сейчас может Россия на меня нападет о, улюк и Германия опять объявит ей войну надеюсь да блин, опять он забастовал слушай сколько можно бастовать ты что? доручное управление включите раз, два, три, четыре, пять раз, два, три, четыре, пять про самокат поет самокат говорит так на Розе стоит самокат никто его не берет ну, будешь нападать на меня? а я тебе вырежу тут все тут чем дольше страна находится в войне если конечно у него фашизма нету тем хуже состояние населения и отношение к правительству поэтому если у них там монархия там республика или что в виде этого то надо держать их в постоянном напряжении чтобы они постоянно друг с другом воевали даже если без этого даже если у них там допустим какое-то нормальное правление типа коммунизма или фашизма имеется в виду нормальное для для отсутствия забастовок в связи с войной то все равно когда ты поддержишь пока на войну между ними то они тратят ресурсы на военные войска и друг другу там их стачивают к тебе не пристают да кстати надо здесь работников захватить побольше отлично десант перехватил молодец целый папади закинул все самолеты ааа это мир с Россией ему позволил перекинул сюда все свои войска молодец тут уже столько собралось их я думаю сейчас он город будет брать до сих пор кони молодец конячка хайф не доживешь ты до победы да конями сейчас тут уже делать нечего кроме как работников и поселенцев по-быстрому перехватывать беззащитных ом Россия тоже что-то хочет поговорить хочет договор подписать ха-ха-ха и что ты мне за него дашь вот зачем мне с тобой договор подписывать денег не хочет дать ну очень странный товарищ 2 копейки готова дать да да потом она объявит мне войну с Германией и порвет меня эктузик тряпка не спасибо нападай ну будет война с Германией нет все-таки армию потерял наверное не хочет Германия объявлять войну жаль конечно ну тут кстати она может объявить и позже так давайте друзья сохранимся и продолжим в следующий раз удачи вам счастливо оставляйте комментарии субтитры